Зоозащитники начали расчищать Нижний Новгород от яда. Я напомню, 20 января докхантеры объявили днём травли собак. И во многих дворах города был разлит изониазид. Из-за этого яда снег приобретает розовый оттенок. Может быть, с концентрацией ошиблись, может, что-то ещё напутали. Но массовой гибели собак в Нижнем Новгороде так и не произошло. Единственное отравление зафиксировано в Лысковском районе. Там погибли несколько десятков собак. Но, тем не менее, пятен с отравой в Нижнем Новгороде масса. И этот снег сегодня и пытаются убрать активисты. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот здесь утром убрали снег с розовыми пятнами. Теперь накидали мясо. Сейчас мы его соберём. Скорее всего, оно отравленное, это мясо. Я не думаю, что кто-то из жителей хотел покормить собаку таким мороженым мясом. Его даже сейчас уже разгрызть невозможно в 20 градусов. Мясной фарш. Мясной фарш с ядом, да. Считаю, что это нелюдинство. Что люди такое сделать не могут. Дело в том, что здесь бегает стая. Здесь очень много бездомных собак бегает. И, видимо, они кому-то мешают. Вот видите, поливали собачьи метки. Специально делается, чтобы привлекать собак. Около собачьих меток поливают. И цвет вот этого яда, он становится розовым часто, когда именно на собачьи метки его поливают. Он меняет цвет. И вот около горки, у меня сегодня папа гулял с собакой. Он тоже убрал. Там были кости и розовые пятна. Вот посмотрите, сколько его. Утром было еще больше. Два мешка уже убрано. Посмотрите, все вокруг в этом розовом цвете. Вчера еще этого не было. Это делали сегодня ночью или рано утром. Пакет с отравленным фаршем, с розовым снегом. Мы сейчас завязываем плотно. Вообще, это все, конечно, надо утилизировать. Мы просто не знаем, где это делать, где и как. И уже замерзли, и уже нет времени абсолютно. Сейчас мы просто плотно завязываем и выбрасываем в мусорный бак. То, что они делают, это полный беспредел. Потому что под это дело могут попасть вот такие маленькие, совершенно невинные собаки, которые совершенно ни в чем не виноваты. Он ведь и лапы ходит. Да больше. Он боится. Митон сказал свое веское слово к хантерам.